Добрый вечер, еще раз я представлюсь. Меня зовут Игорь Лернин. Я занимаюсь в компании Dutera чуть меньше трех лет, занимаюсь бизнесом сетевым. Почему именно сетевым бизнесом? Я недавно снял даже насчет этого ролик, потому что я считаю, что в сетевом бизнесе есть очень-очень много преимуществ по сравнению с традиционным маркетингом, которому уже сотни лет, но он немножечко устарел. И там есть очень большое количество ненужных посредников. И проблем с сетевой бизнесом более современный, как я сегодня шучу, он даже вирусоустойчив, то есть мы его еще не проверяли на вирусы. Вот сейчас был вирус корона, он сейчас в каких-то странах все продолжается, в каких-то странах прекратился. Но весь смысл, что традиционные бизнесы, они закрывались, терпели убытки, некоторые сегодня на грани, что они полопаются. А сетевой бизнес, который современный, который как раз предусмотрен работать на удаленке, ничего перестраивать не надо было. То есть все и так было настроено, как работается при вирусе. То есть интернет-магазины, то есть это никакой контакт заказа через интернет-магазинов, есть склады и склады делают доставку. То есть вот идеальная работа, как говорится, по всему миру на удаленке. То есть мы можем теперь говорить про сетевой бизнес, то есть проверим на вирусе корона, что он вирусоустойчив. И вот в сегодняшнее занятие я хочу рассказать вам про маркетинг-план. Почему про маркетинг-план? Потому что многие люди не занимаются, находясь в компании Дутера, они занимаются бизнесом, потому что они вообще не знают, откуда тут появляются деньги. Знаете, говорят, откуда ноги растут, а я говорю, откуда деньги растут. Многие просто не понимают. Соответственно, они что-то возятся, что-то делают, но все это хаотически, такое броновское движение. Я хочу, чтобы у вас сегодня в голове был порядок с точки зрения заработка, с точки зрения, чтобы вы могли легко показать людям, а где здесь интерес, не только с точки зрения здоровья, но с точки зрения материальных, материальный интерес, да, с точки зрения дохода. Тем более, что при наличии сегодняшней ситуации в мире и кризиса, который вызвал вирус, сегодня большое количество людей, вы знаете, останутся без дохода. Многие традиционные бизнесы небольшие полопаются и люди будут искать, естественно, дополнительный доход. Поэтому как раз моя презентация вовремя, чтобы вы могли этот дополнительный доход людям показать красиво. Красивый бизнес, устойчивый и хороший. И международный, большой, то есть вы можете работать во всех странах мира. То есть практически рынок сбыта у сетевых компаний, он гигантский. То есть, если взять компанию Дутера, да, про которую я сегодня буду говорить, то компания официально работает в 70 странах мира, то есть это уже колоссальнейший рынок, тем более там большие страны, такие как Америка, как Китай, как Россия, то есть это не маленькие страны, да, вся Европа и так далее. Это первое. И второе, что даже если рынок не открыт, то есть система ГАК, то есть система, как можно заказывать другие страны через Америку. И получать товар транспортной компании. Ну, больше, конечно, ориентируйтесь на рынки, которые открыты, вам будет легче работать, потому что доставкой всем будет заниматься фирма, компания Дутера. И вот мы сейчас поговорим про маркетинг-план. То есть самое важное в маркетинг-плане на самом деле это не проценты, да, то есть какое количество процентов, когда выплачивается. Главное понятие смысл этого бизнеса, дублицируемость этого бизнеса, качество продукта этого бизнеса. Почему я говорю, что это главней? Потому что мы знаем математику, да, изучали в школе, что 100% от нуля равно нулю, да, а 1% от миллиона – это 10 тысяч. Поэтому очень важно понимать, что я буду сегодня сказать не только про проценты, я вам немножечко расскажу, конечно, и о том, что здесь есть возможность делать очень большие объемы, да, и, соответственно, этот процент на ваши объемы будет выдавать хорошую прибыль. Так что вот немножечко сейчас про это поговорим. Успех, вот с чего я хотел сказать, что успех в любом MLM-проекте – это принять правильное решение, то есть выбрать как бы правильную компанию. Что значит правильную компанию? Компании много, нужно выбирать, исходя из каких-то положений, которые бы давали вам бы легче и к успеху, легче давали бы успех вам и вашим людям, и, соответственно, они были бы более перспективны. Вот вам несколько моментов, которые я хочу сказать про компанию Дутера. Почему это, в общем-то, если вы займетесь именно сетевым бизнесом именно с компанией Дутерой, это будет правильное решение. Первое дело – правильная компания. Что это такое правильная компания? Это молодая компания. Смотрите, компания Дутер открылась в 2008 году, сейчас у нас 2020. То есть будем говорить, что она ей 12 лет. То есть, с одной стороны, она молодая, это хорошо, потому что рынки еще не освоены, она развивается, постоянный рост продаж. На сегодняшний день этот рост уже 350 миллионов долларов в месяц. она стабильный, без долгов, частные хозяева, нет никаких акций на бирже, то есть любой кризис биржи, знаете, акций, да, ценных бумаг не отразится на вашем бизнесе, потому что компания на бирже не находится. То есть у нее нет долгов, все деньги это подлежат самой компании. Это очень важно. Важно, что 12 лет не ту молодая, но с другой стороны, это не компания, которая 1-2 года, 3 года. Почему плохо, в чем риск компании 1-2-3 года? Это очень много компаний, вот, знаете, как мотылек, несколько лет поработала, раз, и закрылась. То есть, если компания хотя бы продержалась 10 лет на рынке, то это говорит о стабильности компании, что вы делаете бизнес, и вы понимаете, что вы делаете бизнес не на один год, не на два, не на три, вы создаете себе бизнес на будущее, и вас интересует, чтобы компания существовала и продолжала. Поэтому у компаний, которые совсем мало находятся на рынке, у вас большой риск, потому что они могут закрыться. Компании после 10 лет, в основном, это уже 10 лет, это показатель, что у компании есть товар, есть маркетинг, и она будет существовать. Поэтому компания Дутера, с точки зрения, что она молода и выше на такие большие объемы, она идеально подходит. То есть, постоянный рост. Правильная продукция. Вот смотрите, очень важно выбрать продукцию, потому что сегодня кризис перепроизводства. Вы понимаете, в мире, да? То есть, произвести не проблема, проблема сбытием. Поэтому продукция должна быть определенная, такая, с которой вы смогли бы работать. Не только вы, но и ваши люди. Вы же строите сеть сбыта, да? То есть, это первое, она должна быть уникальная продукция. То есть, чем она уникальная? Что у вас было как можно меньше конкуренции. Вот, скажем, у компании Дутера эфирные масла очень высокого качества, которые отличаются от эфирных масел качества других. За счет чего? За счет очень хорошей очистки, что у нас эфирные масла, они вызывают, скажем, аллергии, то есть, нет там белка растительного происхождения от растения, которые могут вызывать аллергию. То есть, высокая очистка. И плюс, компания расставила 50 фабрик в разных странах мира, то есть, растения растут на родине. То есть, есть историческая родина растений, они там растут. И, соответственно, это эфирное масло, это то, что миллионы лет делала природа, эволюция. Как только мы растение переносим в другую местность, мы можем его там вырастить, но нам надо его удобрять, поливать, следить, потому что без нас он уже не выживет. В том климате не выживет. То есть, мы, соответственно, что делаем? Мы меняем само растение немножечко, да? И, соответственно, эфирное масло. Поэтому, вот если растение само растет на родине, это эфирное масло, которое создано природой, растение, которое человек выращивает в другой местности, это эфирное масло, созданное человеком. То есть, это не оригинал. Вот у компании Дутера именно за счет чего качество, что это оригинал. То есть, 50 фабрик, они стоят на родине растений, там растения культивируются, но их не надо ни поливать, ни удобрять. И, соответственно, не менять, так скажем, состав эфирного масла. То, что природа придумала, поверьте, человек лучше не изобретет. Мы все время пытаемся, знаете, сделать лучше, чем природа, но всегда у нас это не получается. Как говорил Черномердин, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот компания Дутера не хочет как лучше, компания Дутера устраивает то, что сделала природа, и быть максимально приближены именно к этой формуле. То есть, не изготавливать эфирные масла, а только их собирать. Поэтому это правильная продукция. Потом очень важно, что это широкий ассортимент продукции. То есть, это нужно всему населению. Тут и личный гигиен, и уход за домом. А если я сейчас добавлю, особенно в связи с последними событиями, это дезинфекция воздуха, как антивирус, борьба с вирусами. И плюс антистресс за счет эфирных масел, которые создают комфортное состояние, комфортную зону, скажем, в помещениях. То есть, антивирус, антистресс. Эфирные масла Дутеры можно принимать вовнутрь, в отличие от эфирных масел других компаний. То есть, здесь еще Аромашеф, вкусная и полезная пища. То есть, я беру глобальные вещи, это нужно всем. Когда нужно всем, это у вас очень шикарный бизнес. Вы сможете хорошо его развивать, поскольку эта продукция у вас, мало того, что за счет компании Дутера вы практически можете работать по всему миру, то есть, у вас рынок сбыта, это все население земли, так у вас еще и продукция, которая подходит 100% населению. То есть, это идеально для развития. Поэтому компания такими быстрыми темпами развивается. И вы можете развиваться вместе с ней. Как я сказал, 100% от нуля равно нулю, но если мы сейчас будем рассматривать маркетинг-план, и вы понимаете, что антивирус, антистресс, вкусная и полезная пища, и расходник. Что такое расходник? То, что продукция заканчивается, да? То есть, эфирными маслами мы пользуемся, они очень экономны, но все равно идет каждый же дневный расход. Чтобы у вас были постоянно, у людей заканчивалось, люди покупают. Там уже есть, скажем, очень хорошие вещи, которые могут служить нам 10 лет, какие-то шикарные кастрюли, в которых там срок гарантии даже, на 20 лет дают гарантию. Все замечательно, человек купил кастрюлю, потом еще купил сковородку, потом еще купил ложку, и закончилось, потому что у него все есть, и это никуда не девается. Это неправильная продукция, да? Если вы хотите сделать сеть сбыточек, которые бы, и потребительский рынок, который бы каждый месяц покупал. Я очень много остановился на продукции, чтобы вы понимали, что именно это двигает ваш бизнес. Все, что я буду рассказывать, это проценты именно от этого рынка, от того, что люди этим будут пользоваться, и это будет у людей заканчиваться, поэтому они будут пользоваться это ежемесячно, постоянно. Теперь правильная команда. Смотрите, сетевая компания Дутера образовалась в 2008 году. Молодая компания. С другой стороны, уже большое количество специалистов, сетевиков, которые разбираются, которые вошли в эту команду, когда она организовывалась. То есть вот все, скажем, высшее руководство компании, их семь человек, они все профессионалы, они все идеально знают сетевой маркетинг. То есть у них многолетний опыт в сетевом маркетинге. Компании очень мобильные, они быстро реагируют на поведение рынка. Это тоже очень важно. Профессиональные организованные процессы обучения. Смотрите, какие конвенции. Компания молодая. Она делает конвенции в Америке, собирают по 35 тысяч человек на конвенциях в Олимпийском, на Олимпийском стадионе в Соклак-Сити, где проходила зимняя Олимпиада. То есть очень мало компаний, которым 12 лет, которые могут собрать стадион. Большинство компаний, если они собирают 5, 6, 10 тысяч, это считается хорошо. Стадионы собирают компании, которым по 30, по 40 лет, такие как, да, Гербалаев, Амбэй и все. И тут Дутера, которая всего 12. То есть это говорит о том, что это правильно организованная еще команда, умеющая создавать различные обучающие программы, вебинары, которые мы сейчас проводим, и в том числе это самое, конвенции международные. Смотри, в компании Дутера, кто из вас уже столкнул, ну, не новичок, и уже работает несколько лет, да, или даже, скажем, несколько месяцев, вы заметили, что постоянные промоакции, постоянная компания что-то придумывает, каждый месяц есть различные промоакции. Конечно, они сделаны не для лидеров, да, не для людей, которые зарабатывают очень большие деньги, и для них лишние там 50-100 долларов не играет роли, но есть большое количество потребителей, да, и вы знаете, что люди любят, когда что-то купишь, что-то получишь, то есть вот эти все промоакции, они шикарно действуют и помогают людям, которые строят свой бизнес и строят сеть избыта. Это как бы компания помогает. В компании вообще политика делись, правильно, компания, делись. То есть они делятся, они все время делают промоакции, они делятся с дистрибьюторами, делятся с клиентами и рассказывают, что эфирными маслами надо делиться, а товар сам работает за себя. То есть человек начинает пользоваться, и у них есть статистика. Смотрите, какая статистика. по компании Дутерро, у них 65% лояльности клиентов. Что такое, говорит, 65% лояльности клиентов, что из 100 человек, которые начали пользоваться, 65% становятся постоянными пользователями. Это очень высокий процент, это безумно высокий процент. Если взять средний процент лояльности клиентов по сетевым компаниям, то это он где-то крутится между 10 и 15 процентами. То есть из 100 человек 10-15 процентов остается. У компании Дутерро 65. И за счет этого она быстро растет. И я проверил это на своем, конкретно на своей сети. У меня на сегодняшний день 3050 человек, и я вижу, что реально даже не 65, я где-то смотрел, где-то процентов 70 постоянные покупатели. То есть лояльность очень высокая. Это тоже говорит о том, что это правильная компания, потому что работать значительно легче, когда тебе не надо делать перепись населения. То есть если не находить новых, потому что старые уже не покупают, а здесь у тебя старые постоянно работают, покупают, и еще каждый месяц появляются новые. За счет этого идет рост объемов и рост доходов. И вот это я вам сделал подготовку такую, и мы поговорим, и правильный маркетинг-план. Что такое правильный маркетинг-план? Первым делом он должен быть достижимый, реальный. То есть он должен быть реальный. Это нельзя людям продать мечту, до которой они доберются, там, не знаю, 1%, а может быть, полпроцента. Это их расстроит. То есть маркетинг-план, он на самом деле достаточно очень реальный, я по нему работаю, то есть дошел до ранга платину, то есть это абсолютно реально, причем дошел достаточно быстро, я меньше трех лет, то есть я продолжаю, естественно, работать, я понимаю, что я двигаюсь и все делаю правильно, как и компания. Дальше. Маркетинг-план, он должен быть направляющий, то есть должен быть алгоритм действия. То есть маркетинг-план у компании Дутера, он не только реальный, выполнимый, он еще и направляющий, мы сегодня сейчас будем разбирать, что это такое, он дает нам инструкции, а что надо реально делать. Это очень важно. Какой алгоритм действий, который прямо заложен в маркетинг-плане, понимаете, это не то, что каждый лидер что-то придумывает, в маркетинг-плане заложен. Сразу дубликации, так называемые, да? Теперь маркетинг-планы Дутера поддерживают разные модели бизнеса. То есть есть розничная продажа, есть потребительский клуб, есть лидерская организация, это разные, как говорится, для разных людей, которые заниматься будут бизнесом, есть разные подходы, и это все можно использовать внутри маркетинг-плана, он позволяет. Ну и главное, как я сказал, самое важное, поверьте мне, в маркетинг-плане, в вашей работе, это тактика и стратегия, которая бы ввела в постоянном дублицирующем действии. Все вы видели, как камень падает в воду, да, и начинаются расходиться круги. То есть если камень сделал правильное действие, то действие он прекращает делать, круги идут сами по себе, и каждый раз расширяются и захватывает большую поверхность воды. То есть вот маркетинг-план должен быть, в нем должна быть заложена дубликация. И я вам сейчас покажу, где она заложена, мы сейчас будем это рассматривать. Это очень важный вопрос. Важный. Сейчас я, знаете, сделаю слайд-шоу. Так будет вам лучше видно. И мы переходим, значит, к некоторым вещам. Первое, что во время маркетинг-плана я буду говорить про некоторые термины. Их немного, но вам надо их запомнить. Я поэтому, в принципе, просил, даже я, когда дал объявление, по поводу сегодняшнего вебинара, я дал ссылочки, чтобы вы могли посмотреть маркетинг-план. Мы его сейчас будем разбирать, ну, чтобы вы немножечко посмотрели. И что вам нужно знать? Что есть некоторые, так сказать, термины в маркетинг-плане. Организация. То есть все дистрибьюторы, клиенты, размещенные в вашей организации, неважно от первого до последующих уровней, неважно какие уровни, это все ваша организация. То есть все, кто зарегистрированы под вами, под вашими людьми, неважно на каком уровне. Второй термин – это рекрутер. Рекрутер – это дистрибьютор, который нашел нового человека. Или это, может быть, рекрутер клиента, или рекрутер wellness-адвоката, да, как называется в дутере, ну, будем называть дистрибьютор. Это рекрутер. Спонсор. Кто такой спонсор? Это дистрибьютор, у которого, во-первых, есть организация, то есть как-то организация, да, и вот как бы если личный спонсор – это тот, кто под кем первый уровень. Вот весь первый уровень – это вот вы считаетесь прямо непосредственно спонсором. Первый уровень. То есть чем рекрутер отличается от спонсора, я вам расскажу сейчас, что у вас есть такая возможность. У компании дутера, поскольку есть бонусы, которые рассчитываются по рекрутерству, а есть которые по спонсорству смотрятся, да, то у вас есть при подписании нового человека есть 14 дней. 14 дней, когда вы сможете его переставить в своей структуре туда, где вы посчитаете, ему будет комфортнее работать, где вам будет выгоднее, чтобы он там находился. Вы останетесь рекрутером, но вы можете поменять спонсорство. Вначале при подписании человека вы рекрутер и спонсор, дальше у вас есть 14 дней, переставить его внутри вашей организации. Это очень удобно, поэтому советую не ставьте сразу человека куда-то. У вас есть 14 дней, и поэтому не делайте это быстро, вы сможете это сделать очень легко внутри вашего личного кабинета. Внутри вашего личного кабинета есть такое место, оно прямо написано, смена спонсора. Где вы на это нажимаете, у вас открывается, какое количество людей есть до 14 дней, которые вы рекрутировали, вы являетесь рекрутером и спонсором, и для этих людей у вас есть возможность поменять, поставить их куда-то в другое место внутри вашей организации. Вот это разница между рекрутером и спонсором, чтобы вы это понимали. Первые линии. Первые линии – это лично привлеченные. То есть для рекрутера, если это дерево рекрутеров, то есть первая линия рекрутеров, если это дерево спонсора, то первая линия спонсора. То есть если я переставляю человека куда-то, то он становится, то есть по рекрутерству первой линии он остался моим, а по спонсорству первой линии он стал другим, спонсор у него стал другой. Уровень. Уровень – это место размещения в организации. О, то есть, как в семье, да? Есть бабушка, дедушка, есть родители, есть внуки, есть правнуки. Вот здесь от бабушки считать есть какие-то поколения. Вот здесь то же самое, в принципе. Уровень – это можно назвать еще поколение. Команда. Вот командный объем. Команда состоит из спонсора, спонсора, вы поймете, не спонсора, не рекрутера, а спонсор, а спонсор. И все его, он и все его дистрибьюторы – клиенты первой линии. То есть, только первой линии. Это команда. То есть, организация – это все, а команда – это он и только его первой линии. Кристальность, да? Или мы называем это LRP. То есть, это постоянные личные закупки. То есть, кристальность – это, про что я сказал, лояльность клиента, да? Который каждый месяц покупает. Это кристальность. Теперь перейдем к самому маркетинг-плану. То есть, мы прошлись немножечко про то, что я буду говорить, чтобы было понятно, в переходе к маркетинг-плану. Ну, начинается с того, что человек регистрируется в компании Дутера. Для чего он регистрируется в компании Дутера? Ну, наверное, в первую очередь, для получения 26% скид. То есть, если человек зарегистрируется в компании Дутера и купит регистрационный набор, есть абсолютно разные наборы, начиная от самого такого маленького, там, это стоит, там, или 25 долларов, если это в долларах где-то, или там 20 евро, если это в Европе, или где-то приблизительно 1500 рублей, если это в России, это 100 шекелей, если это в Израиле. То есть, человек регистрируется, покупает инвестиционный набор. Вот самый простой, самый дешевый. Может выбирать и другие наборы. Во всех странах есть выбор, то есть, есть наборы с продукцией. Это самый простой, я сказал, это просто справочная литература. И получение 26% скидки на интернет-магазин, как говорится, не важно, что вы будете там потом покупать, у вас будет уже постоянная скидка. Как-то, так сказать, знаете, членство в клубе. Это первое. Это не бонус. Это к бонусам никакого, потому что я сейчас буду рассказывать, отношения не имеет. Это просто скидка. Вот. Так, что-то мне пишет Лилина Таша. Не видно. Вас не видно. Меня не должно быть видно. Главное, чтобы было видно слайды. Напишите, если видно слайды в чате. Видно слайды? Поставьте плюсики, что если слайды видно, которые я сейчас даю. Вот пошли плюсики. Ага, все отлично. У кого не видно, попробуйте перезагрузиться, потому что должны быть видны слайды. Я делаю демонстрацию экрана. Себя я убрал, чтобы мое видео не отвлекало, потому что вам надо просто смотреть на слайды и меня слушать. Я вам потом покажусь. Кто захочет, я себя покажу. Окей. Я продолжаю. Значит, смотрите. Понятно, что скидка – это для всех. Но мы сейчас будем говорить про бонусы. То есть, именно про бонусы. Бонусов компании 8. Это премиальная продукция, или LRP бонус называется. Быстрый старт бонус. От клиентов. Вот. Сила такой, от VIP клиентов. Сейчас его мы не будем рассматривать. Он сейчас в компании не актуален. Мы возьмем сила 3. Юни-левер. Есть еще инфинити пулы и даймонд пулы. Это лидерские бонусы. И бонус основатель. Мы рассмотрим сегодня, вот, что самое важное. Это LRP бонус. То, что особенно важно для новичков. Бонус быстрый старт очень важный. Мы возьмем сила 3. И 5. Юни-левер. Вот эти вот 4 бонуса мы сейчас с вами рассмотрим. Окей. Бонус премиальная продукция. Бонус, который, вот, мы говорили именно про лояльность клиентов, да, про постоянные закупки. И, как сказал Аврелий Агустин, привычка, если ей не сопротивляться, вскоре становится необходимостью. То есть люди вскоре, правда, реально покупают каждый месяц, потому что им все время необходим товар. И, как говорится, уже качество жизни, то, от которого они не хотят отказываться. Как выглядит этот бонус? Да, бонус премиальная продукция. Значит, он составляет от 10 до 30 процентов. Первое. То есть это не, еще раз хочу повторить, не связано со скидкой. Это помимо скидки начинает идти дополнительный бонус от личных ваших закупок. Только от личных ваших закупок. Все, от ваших личных закупок идет бонус, как премиальная продукция, или бонусы в Эрпик, да, за кристальность. То есть при покупке на 100 пиви, там, скажем, каждый месяц 100 баллов. 100 баллов – это разная величина, то есть в разных странах, в зависимости от НДС, да, МАМ, как мы видите, говорят, ВАТ, по-английски, и еще разных факторов. Скажем, в России это где-то около 7 тысяч рублей приблизительно, да. Вот на сегодня по УТГ я видел, если взять Израиль, это где-то 450-460 шекелей и так далее. Значит, первый месяц покупки, как говорится, бонус не идет. Вот, то есть чек не получает этот процент с первой закупки. Второй, третий месяц получается 10%. То есть что это такое, скажем, при блокопке на 100 баллов, на 100 баллов, это 10 долларов, да, другими словами. 10 LRP. Если будет 10%, если будет, человек купил на 300, то, соответственно, 30. С четвертого месяца, если все это не прерывается, работает, да, то это 15%, седьмого, девятый месяц, три месяца подряд 20, десятый, двенадцать, это 25, тринадцатый месяц и дальше это 30%. То есть выше 30% он подниматься не будет, но это достаточно много. То есть помимо 25% скидки от баллов, от ваших закупок, в следующем месяце вы получаете 30%. Замечательно. Очень хорошо. Теперь для кристальных клиентов, то есть для клиентов, которые зарегистрированы в компании Дутера, которые не строят бизнес, не делают, так скажем, не пивикают людей, не делают 100 баллов, потому что 100 баллов – это получение многих бонусов. Ну, а если даже человек будет, такой клиент, пользоваться по 50 PV каждый месяц, то на самом деле вот эта процентовка ему тоже будет начисляться при покупках на 50 PV ежемесячный. Теперь, каким образом это делается в странах, где люди сразу напрямую, где открыта компания Дутера? Это делается LRP-шаблон. То есть каким образом человек заявляет, что он хочет получать эту премиальную продукцию, что он будет покупать каждый месяц, он просто делает так называемый LRP-шаблон. Я на прошлой презентации, где рассказывал, как использовать сайты и маркетинг там и все прочее, интернет-магазины, там, в общем-то, есть инструкции по LRP-шаблону, как его создавать. Есть слайдовые инструкции, есть видеоинструкции. Сейчас мы говорим про маркетинг-план, поэтому я не буду, как говорится, рассказывать, как создавать LRP-шаблон, но обратите их к спонсору, то есть если вы находитесь на рынке Европы или вы находитесь на рынке России, вы должны знать, что если вы хотите получать вот эти LRP-бонусы, вот, вы должны создать LRP-шаблон. К дистрибьюторам, которые находятся в ЕЕО, так скажем, то есть на рынках, на которых Дутера еще не открыла, там, это Израиль, это бывшие страны Советского Союза, да, кроме России, то есть Украина, Белоруссия, Казахстан, вам на сегодняшний день не надо делать LRP-шаблон, вам надо просто каждый месяц делать ежемесячные покупки, и система будет вас автоматически засчитывать ваши закупки как LRP-бонус. Здесь, в общем, достаточно понятно, что здесь идет дополнительный, как говорится, вам бонус личных закупок, тем самым ваша продукция, как говорится, становится для вас дешевле. Условия получения бонуса какое? Условия получения, это премиальная продукция не имеет очков, да, то есть вы баллы за это не получаете, потому что вы не платите, вы просто это как подарок идет, бонус должен быть реализован в течение года с момента получения, ну, в общем-то, это долго, то есть вы можете накапливать, идет разговор, вы не обязаны вот эти 10 долларов сразу использовать, вы можете спокойно полгода там накапливать бонус, вы хотите там, не знаю, что купить себе, какой-то набор дорогой, да, или там мелиссу, дорогие масла, пожалуйста, вы можете их бесплатно получить, накапливать такой бонус. И при прерывании кристальности все аннулируется, то есть это же бонус за непрерывную покупку, если вы покупку прерываете, соответственно, как говорится, этот бонус прерывается. И вам надо будет тогда начинать все сначала, поэтому если у человека уже есть 30%, там даже 20% и даже 15%, жалко их терять, потом заново начинать здесь здесь, можете, как говорится, использовать этот бонус. Какие преимущества этого бонуса, то есть для чего он сделан? В первую очередь розничный прибыль для дистрибьютора в случае продажи. То есть человек обрастает с какой-то клиентской базой, ему кто-то что-то заказывает, да, он покупает для себя и для клиентов на свой номер, ему каждый месяц приходят рэпи-бонусы, на эти бонусы он также берет просто бесплатный товар и также может продавать его клиенту. То есть понятно, что прибыль с такого товара, она стопроцентная, потому что ты ничего за товар не платил, абсолютно. Вот, наличие у дистрибьютора бесплатного товара для презентации. Помните, я сказал, делись, то есть как бы делиться легче, когда ты за этот товар не заплатил, да, мы всегда знаем, что если вот, скажем, человек заплатил, да, за баночку, а на него говорю, надо ее разлить по пробничкам, раздать людям попробовать, с этого у тебя будут клиенты, все замечательно, но человек заплатил деньги, он еще новенький, у него еще нет больших бонусов, а здесь, например, когда он получает этот LRP-бонус, он может на LRP-бонус взять этот лимон, да, разлить его там на 30 баночек по полмиллилитра, по 10 капель, и это как бы компания дала тебе бонусы, подарков, и этот подарок передал людям. Дальше, более дешевая цена для продукта в использовании лично, то есть для клиентов, ваших VIP-клиентов. Что такое VIP-клиент, то есть клиент, который покупает не у дистрибьютора, а покупает, он зарегистрирован под вами там, и он покупает непосредственно на ферме. Так вот, тоже у них начинать с 50 баллов, да, как я сказал, и дают LRP-бонусы, тем самым их тоже стимулирует постоянно покупать. И очень важно, это стабилизация покупок организации, стабилизация бизнеса и чеков. Почему стабилизация? Потому что LRP, как я сказал, кристальности. Все стремятся покупать каждый месяц, и это что? Это стабилизирует покупки. Чтобы ваша организация каждый месяц покупала, и для тех, кто занимается потребительским клубом и имеет большую организацию потребительниц, ходит очень важно. Вот такой бонус. Если какие-то есть вопросы по этому бонусу, пишите. В чат можно писать. Я сказал, открывайте чат, и мы можем, так сказать, я в процессе по каждому бонусу, можно что-то написать. Окей, ну вроде здесь как бы все понятно. То есть очень шикарная вещь. Особенно для людей, которые только начинают. Теперь бонус – быстрый старт. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Говорил великий комбинатор, Астаббер. Помните такого. В чем смысл быстрый старт? Это, конечно, от слова быстрый. Человек вступает в компанию и начинает сразу зарабатывать деньги. Вот если мы говорим про деньги, чтобы деньги поступали как можно быстрее, чтобы у них были возможности быстро увидеть какие-то деньги. Пускай они будут небольшие, но человек должен видеть, что система работает и деньги поступают. Вот для этого есть такой бонус, вот так называется – быстрый старт. Что он из себя представляет? Он очень простой бонус. Там 35% от баллов компания выплачивает в виде этого бонуса. Каким образом выплачивает? Тот, кто привел новичка, получает 20%. Если ваш человек привел новичка, то есть второй уровень, новичок у вас во втором уровне, вы получаете 10%. Если новичок у вас в третьем уровне, то вы получаете 5%. Суммарная компания выдает 35%. Всем трех уровней рекрутеров. То есть этот бонус идет по рекрутерам. Поэтому рекрутерство свое никогда не отдавайте. Я сказал, сконсерство передавайте. Рекрутерство оставляете себе, потому что этот бонус выплачивает только по рекрутерской линии. Теперь, процент очень высокий, 20%, 10% на три уровня. Но это первые 60 дней. То есть любой человек, который зарегистрировался в вашей организации, первые 60 дней три вышестоящих рекрутера по цепочке получают вот такие деньги с его закупок. Со всех его закупок в течение первых 60 дней. Почему первые 60 дней, а что дальше? А дальше эти же 35% будут выплачиваться только по бонусу юнилевил. Вначале выплачивается быстрый старт, потом юнилевил. Те же 35%. Но очень хороший бонус для новичков, потому что у новичка еще нет большой организации, нет глубокой организации, поэтому три уровня его вполне устраивает. Потому что вначале у вас организация не имеет глубоких уровней, вы начали работать. Она только углубляется, расширяется, и как раз вот эти три уровня вы захватываете. То есть здесь компания показывает, что это как бы бонус для новичков. Он шикарный бонус для новичков, чтобы люди увидели деньги, чтобы люди остались в этом бизнесе, они пришли в бизнесе и сразу что-то увидели. Результаты, так скажем, своей работы. Сделали пока немного, они понимают, что у них небольшая организация, но зато выплаты у них процентовка хорошая. Это первые 60 дней. Это очень грамотный бонус. Очень грамотный бонус. И понятно, на кого он рассчитан. Поощрить новичков, чтобы они продолжили работать и уже стали, как говорится, лидером и построили большой организации. Очень важно еще, что он выплачивается даже еженедельно. Вот если другие бонусы выплачивают раз в месяц, то быстрый старт выплачивается еженедельно. То есть новичок уже в этом же месяце, если он в начале месяца подписал, в этом же месяце может воспользоваться этими деньгами, скажем, для закупки последующей своей продукции и так далее. То есть бонус прямо рассчитывается каждую неделю. Кто его получает? Получают его кристальные дистрибьюторы. То есть у кого есть LRP-шаблон или в EO, так сказать, все, кто покупает каждый месяц, то есть его получают кристальные дистрибьюторы. Это очень важно, потому что кристальные дистрибьюторы занимаются бизнесом. А это бизнес. Поэтому компания их поощряет. Такой бонус. Выплачивается только рекрутерам, как я сказал. Только рекрутерское дерево. То есть если вам спонсор переставил новичка, то вы все равно пока, поскольку вы не участвовали в рекрутерстве, вы с него не получаете, только после 60 дней начнете с него получать по юни-левелу. Новичок считается квалифицированным на бонус после первой единовременной покупки на 100 пиви. То есть если человек делает это, напишу, он покупает на 100 пиви, то есть в принципе он в этом же месяце подписывает людей и тут же начинает получать быстрый старт. То есть это не нужно, чтобы это было, скажем, на следующий месяц или еще что-то. Ну и как я сказал, пиви, оплаченные, баллы, оплаченные по бонусу быстрый старт, не оплачиваются в программе бонус уни-левел. То есть компания не может два раза платить, то есть это оплачивается по быстрому старту. И здесь нету компрессии. Преимущества. Какие преимущества? Как я сказал, во-первых, быстрые деньги для новичков. Это демонстрация принципа МЛМ. Новичку не надо ничего добиваться, не надо делать какие-то определенные объемы, получать какое-то звание, которое дало ему возможность заработать деньги. Он только зарегистрировался, сделал там ЛРП-шаблон, купил на 100 баллов и он уже, пожалуйста, может получать вот эти деньги. Здесь есть мотивация к привлечению новых дистрибьюторов. Понятно, что если ты получаешь 20% в течение 60 дней, в течение 60 дней от нового человека, каждого, которого ты привлек, то у тебя есть мотивация это делать. То есть ты тратишь время, ты встречаешься, там даешь пробники, ведешь работу, и это время тебе оплачивается. и стабилизация системы бизнеса опять, так как действует опять для кристальных. То есть все, что действует для кристальных, стабилизирует ваш бизнес. Что я хочу сказать, почему сегодняшняя презентация вам как раз, знаете-ка, хороша ложка к обеду. Сегодня на рынке и Израиля, и на рынке и России, да, есть промо-акция для новичков. Вам есть, чего предложить вашим новичкам, чтобы они зарегистрировались. и в России, да, вот это же, и в ЕИО, да, это страны бывшего Советского Союза, и в Израиле. Есть акция для новичков, новички майя, все, кто при регистрации сразу купит на 100 баллов, да, вот, про который я говорил, да, 100 баллов или 100 PV, надо поэтому следить за этим, очень внимательно, чтобы не купить на 99, обязательно должно быть 100, 100 достаточно или 100 плюс, это тоже подходит, но не меньше 100. То есть, все эти новички в следующем месяце, в следующем месяце получат 50 LRP, это практически на 50 долларов подарочной продукции, которую они сами выберут на том складе, на котором они зарегистрировались и сделали вот эту первую покупку. То есть, помимо 25% скидки, которые мы всегда предлагаем, для чего регистрироваться, да, я сегодня предлагаю людям еще на 50 долларов в подарок, шикарный подарок, что дорого, дешево, вот компания делится, это компания, я буду получать бонусы, я развиваю свой бизнес, а эта компания всем моим новичкам даст 50 долларов, каждому, каждому, кого я зарегистрирую, вы зарегистрируете, да, каждый новичок, который вступит в компанию в мае месяц, и сейчас повторяю, это касается Израиля, да, это касается ОТГ, Россия, это касается всех стран, которые работают в ЕЕО, да, то есть, это тот же самый Израиль, ЕЕО, это Казахстан, Белоруссия, да, Украина, Молдавия и так далее, страны, бывшие Советского Союза. Воспользуйтесь этой акцией, не пропустите ее, потому что вам будет легче подписывать новичков, понятно, конечно, когда помимо 25% скидки еще колоссальный подарок на 50 долларов, то самое время всегда можно предложить, представляете, какой-нибудь шикарный набор типа семейного доктора, где есть, да, который вы хорошо знаете, предположим, да, и плюс к нему, который необходим каждому дому, и плюс к нему человек еще подлучит подарок на 50 долларов, помимо скидка. Поэтому сегодняшняя презентация, она как раз очень-очень вовремя. Потому что, еще раз хочу сказать, хороша ложка к обеду, и вы можете этим воспользоваться. Переходим к бонусу силы трех. Вот, бонус силы трех. Это идея бездействия ничего не стоит, да, то есть это нужны действия. вот силы трех говорит о том, что, да, что вам нужно найти трех золотых рыбок. Или вот здесь, видите, такая вот, снести три золотых яичка. Он, видите, такая красивая гнездышка, и там три золотых яичка. Вот если вы снесете, да, постараетесь, поднатужитесь, снесете трех золотых яичек, то считайте, вы бизнес, вы строите шикарный бизнес в компании Дутера. Потому что на самом деле это очень хороший бонус. Он делает, как я вам сказал, дублицируемую систему, дублицируемую систему, что очень важно в сетевом бизнесе это запустить дублицируемую систему. И вот как раз, сейчас мы очень подробненько разберем этот бонус. Как он происходит. Первое, что я сказал, вам нужно зарегистрироваться, получили 25% скидку, сделали там LRP шаблон или каждый месяц покупаете, скажем, на 100 баллов, не меньше, да, все замечательно у вас и вам это нравится и вы начинаете искать, помимо, вы начинаете искать, конечно, в первую очередь потребителей, большой рынок потребителей, то есть всем рассказываете про эфирные масла, делитесь, людям эфирные масла нравятся и вот из этих людей, которым эфирные масла нравятся, которые получили результат, вы ищите трех человек, трех, не 20, не 40, не 500, трех человек, которые будут этим заниматься, так же, как вы. Это будут ваши золотые рыбки. вот здесь вы видите на картинке зелененький человек, это вы и под вами есть еще три синеньких, это те, которые делают то же самое. Если вы и у вас есть три так называемых LRP дистрибьютора и плюс, это первое условие, вы и три человека первой линии, по спонсорству здесь смотрятся спонсорские первые три линии. Не рекрутерство, спонсорства достаточно. И плюс, плюс еще одно условие, что вы и все ваши первые линии, помните, я вам рассказывал, командный объем, вы и ваши первые линии, опять, по спонсорству делаете 600 баллов суммарно, вы с первой линии. То есть, или вы делаете 150, и три человека под вами делают по 150, это будет 600, или вы делаете 100, ваши люди делают по 100, но у вас есть еще много людей, у которых кто-то делает 50, кто-то делает 20, кто-то 10, это не играет роли. Важно еще раз хочу сказать, что просто посчитать вы и ваши первые линии. Причем считать не надо, если вы зайдете в свой личный кабинет в Майдутере, то она вам считает, вы видите, в середине, как на главной странице, в середине будет ваша сила трех, и там будет такая зеленая ленточка, где будет подсчитано, сколько ваш командный объем. Чтобы вы случайно не ошиблись, чтобы не получилось 597, потому что считая, вы можете ошибиться, а тут компьютер считает, он не ошибается, он это рисует. Что это дает? Вот этот бонус, помимо быстрый старт LRP бонус, который мы рассмотрели, помимо этого, он дает вам бонус дополнительный 50 долларов. 50 долларов это небольшие деньги, да, за месяц 50 долларов, это просто начало этого бонуса, 50 долларов это немного, но главное, что вы знаете, чего вам надо создать. Вам надо создать, что вы и три человека под вами, который стабильно строит бизнес, поэтому стабильно берут на 100 баллов, и у вас есть еще первое поколение, то есть вы с вашим первым поколением делаете 600 баллов. Все, достаточно простая картинка, реальная, реально выполнить ее, конечно, реально, любой человек может это выполнить. Там деньги небольшие, но зато реально каждый человек может выполнить. а дальше что происходит дальше? А дальше происходит дубликация, в которой говорится, это вы получили 50 долларов. Вы можете научить ваших людей получать по 50 долларов. Почему я так уверенно говорю, что вы можете научить ваших людей получать по 50 долларов? Потому что вы их получаете. Научить можно только тому, чему умеешь. Вот если что-то не умею, я не могу этому научить. Я могу почитать в интернете, взять теоретический burst материал, перенести его людям, Это не значит, что я их научу, и даже не значит, что я смогу по этому теоретическому материалу работать. Мне нужен практический материал. Вот если я умею делать практический, я могу научить, как это делать практический, а не теоретический. Вся проблема, что мы учим, нас часто учат люди-теоретики. Как я все время говорю, в нашей школе учителя учат знаниям, счастью, как преуспеть в жизни, да, и постоянно у нас там и в России, там или в Израиле, постоянно забастовки преподавателей, потому что им мало платят, они недоволен своей жизнью. Как они могут научить детей, так сказать, да, это сложно. Вот здесь очень хорошо, вы уже получаете 50 долларов, вы можете научить каждого, чтобы каждый сделал такую же, абсолютно такую же ячейку, самую простую на 50 долларов. Что тогда получится? Когда вы получите 250 долларов, вы лично получите 250 долларов, а каждый ваш человек, каждый ваш человек получит по 50. Шикарно. То есть они теперь каждый доллар 50 долларов получают, а вы получаете 250. После этого опять идет дублицируемая система, абсолютно дублицируемая. Вы получаете 250 долларов, а ваши три человека получают всего по 50. Чему вы можете учить этих людей? Конечно, как получать 250 долларов, вы же их получаете. Значит, вы знаете, как их получать. Вы знаете, что надо для этого делать. Вы учите их получать по 250 долларов, а они своих людей, соответственно, раз они получают по 50 долларов, у них каждого есть 3 человека, учат, как получать по 50 долларов. Каждый учит тому, чему умеет, и происходит вот такая картинка, что вы получаете 1500 долларов каждый месяц, ваши три человека в первом уровне получают по 250, тоже каждый месяц, и есть еще 9 человек, которые получают по 50. Вот тут есть картиночка, у меня какие-то полоски синие появились, не знаю, откуда взялись, но ладно, они нам не так мешают. Вот есть картиночка внизу, вы видите, прямо в компьютере можно открыть дерево свое, и видеть, что у вас все фиолетовые люди, они это квалифицированные. Вот есть, видите, этот синенький человечек в самом углу правый, да, он не квалифицированный, вот он синий цвет, поэтому, вот, то есть нет у него 100 баллов. Все остальные есть 100 баллов, они квалифицированные, и у всех, вот видите, у всех верхних, да, есть такие кружочки в середине. Кружочек говорит о том, что есть 600 баллов тоже. И вот видно, что тут у каждого есть три, и вот внизу еще остальные там. То есть, тем самым, говорит о том, что этот верхний будет получать 1500, эти будут получать, может быть, тоже по 1500, просто четвертого уровня не видно. Он рисует специально для вас, прямо вашу силу трех, рисует, чтобы вы видели, если где-то чего не хватает. И это очень важно следить за силой трех, потому что это не стимуляция с точки зрения какого-то звания, звездочки на погонах, это стимуляция деньгами. Каждый следующий уровень – это деньги. И понимаете, что если человеку полагается 250 долларов, и он знает, что для этого он, его там первый уровень должны быть 600, а у него получилось 580, да, и чтобы получить эти 250 долларов, он купит еще на 20 долларов, да, купит себе. Что-то, чтобы потом получить 200, бонус 250. Не пропустит он его. Потому что, я говорю, это стимуляция деньгами, потому что спонсор говорит, ну давай вперед, за родину с песней. Нет, это очень хороший бонус, где четко каждый понимает, что он делает и получит. Суммарно выглядит организация так. Вы, помните, у вас было три синики человечка, вы получаете 1500, они получают каждые по 250. Все эти коричневые получают, скажите, я перескочил. Сейчас мы вернемся. Вернемся, вернемся. Вот, вернулись. Здесь, значит, все коричневые получают, это у вас 9 человек получают по 50. И есть такие голубенькие, которые как бы только-только встали, их 27 человек. Под каждым из коричневых есть три в первом уровне. Они здесь нарисованы не в первом, но просто, чтобы картинка помещалась. Так, у каждого есть по три человечка, и эти 27 потенциальных рекомендаций. Суммарно вы можете подсчитать, что здесь всего 40 человек. Если мы подсчитаем так же, что они, каждые 4 человека делают 600, да? Помните, он сказал, вы и ваш первый уровень делает 600, то в среднем можно взять 150 на человека. То есть 40 человек по 150, это 6 тысяч баллов. Вот 6 тысяч баллов по силе трех в вашу организацию выплаты будут 2700 долларов. Это помимо быстрого старта, там 35 процентов, помните, я вам рассказывал. Потому что здесь может быть очень много людей новеньких, которые ждут, еще их 60 дней проходит. То есть помимо быстрого старта. Это помимо LRP бонусов, это 2700 долларов 6000 получает ваша организация. Почему очень важно строить тело трех? Потому что это не только вы получаете, еще ваши люди получают. Вот смотрите, вам платят 1500, ну три ваших человека, три раза по 250, получили 750 долларов. Наплатила компания. То есть вам выгодно, что ваши люди получали. У вас есть 9 человек, которые получили дополнительно по 50 долларов. 450 долларов, замечательно. Поэтому, когда вы строите бизнес, строите его, исходя, в первую очередь, из силы трех, потому что деньги, быстрые деньги, быстрые деньги. Потому что 40 человек, это быстро, 3000 организаций строится долго. Ну что здесь долго? Тоже достаточно быстро, но это дублицируемые действия, и главное, здесь люди все получают. Достаточно быстро. Поэтому вы должны быть на это нацелены. И иногда меня спрашивают. Вот я привел трех человек, а они ничего не делают, и у меня силы трех не строят. Я не сказал привезти троих потребителей. Тут просто потребители не нарисованы. Вы можете подписывать людей, они могут покупать, что хотят, они могут и заниматься бизнесом. Вам надо снести, как я сказал, три золотых яичка. Поймать трех золотых рыбок, не просто рыбок. Просто рыбки хорошо, тоже, ну, хук вам по этой самой, да? Еды вам добавляют, вам бонусы с них платятся, быстрый старт. Но, если вы хотите получать силу трех, вам нужно найти трех таких, как вы, которые каждый приведет по три и так далее. То есть для этого перебирается большее количество людей. Не каждый потребитель, не тяните каждого потребителя в бизнесы, он не будет заниматься бизнесом, ему это не нужно. У него нет мотивации, да? Но есть люди, которые хотят заработать деньги, и этот человек вполне реально найдет трех людей. Вот. Преимущества какие бонусы, да? Ориентация на дублицируемые действия, это очень важно, именно дубликация. То есть найти трех человек, которые найдут трех человек, которые найдут трех человек. Правильная стратегия построения сети, которая автоматически приводит к получению других бонусов. Потому что у вас организация развивается. Гарантированный ранговый рост до уровня платин. Мы сейчас дойдем до платины, да? Мы сейчас будем бьюни-ривер разбирать. И вы поймете, что платина – это человек, который может построить свой бизнес на трех, именно трех человек, на трех веках. И стабилизация системы. Потому что сила трех – это тоже, как я сказал, только для кристальных. Смотрите, у нас все только для кристальных, за исключением Юни-Левел, к которому мы сейчас вот и подошли. Хорошие команды подчиняются лидеру, великие команды состоят из лидеров. То есть Юни-Левел – это объемы продаж от поколений. После того, как человек 60 дней прошел в компании, его покупки переходят не на три уровня. Помните, у нас было три уровня рекрутера. Его покупки начинают выплачивать по семи уровням спонсоров. Это очень удобно, опять же, для людей, которые развивают бизнес. Мы сейчас предлагаем людям развивать бизнес, потому что вначале у них неглубокая организация, им выгодно получать эти 35% сжато на три уровня. Но в дальнейшем организация развивается, разрастается, и нижний уровень их больше, чем те, которые ближе к вам. Естественно, невыгодно три уровня. Ну и компания это продумала, когда ваша организация развивается, и ваши люди переходят на седьм уровни внизу. То есть вы можете получать до седьмого уровня. Это, конечно, значительно интересно. И как это выглядит? Вот здесь есть табличка, и вы можете видеть, как это выглядит. Это здесь, смотрите, что здесь мы видим. Level 1 – это поколение. То есть первое поколение второго до седьмого поколения. Дальше. Здесь мы видим так называемые звания. То есть тех, кто растет по званию. Консультант, который зарегистрировался, как клиент, он может, так сказать, делать там 50 баллов, но он может получать только 2% с первого уровня. Все. Со званием менеджера, шоку-менеджер – это личные 100 очков, и организационный объем, больше всего, организация – это все, кто под тобой. Только ты вместе с организацией делаешь 500. И ты можешь получать 2% с первого, 3% со второго. Это после того, как эти, первый-второй уровень, прошли 60 дней. До этого ты получаешь 20 и 10, да? Потом переходит 2 и 3. Теперь директор, директор, у которого тысяча организаций делает и 100 личные, внутри этой тысячи, он получает 2%, 3%, 5% с третьего уровня 5. То есть, понятно, что организация опускается, объемы растут, и звания ваши тоже растут, потому что больше людей, да, и ниже уровни. Потому что все закупки людей входят в эту тысячу. Экзекутив, экзекутив – это 100 личные, 2 тысячи организационные, и вы уже имеете еще 5% еще с четвертого уровня. Знаете, как грамотно? С первого уровня 2, со второго 3, а потом пошли 5. Потому что вы же понимаете, помните, как круги, камень падает? Чем круг дальше от вас, тем он больше. То есть, с большего объема вы получаете больше процентов. Людей в первом поколении у вас не будет много, вы не можете привести очень много людей. лично. Поэтому процент не принципиально маленький. Хотя вначале, то, что вы привели, сделали работу, у вас идет 20. Элит. Очень честное звание, вот его запомнить элит. 3 тысячи организация делает, и он имеет 2, 3, 5, 5, и у него появляется с пятого поколения 6%. 6% с пятого поколения. То есть, процент даже увеличился, да, было в два раза по первому. Премьер, 5 тысяч делает ваша организация, и тут появляется еще одно условие. То есть, сейчас не только, недостаточно, что 5 тысяч делает организация, у вас должны быть две ветки, две ветки, две ветки, экзеквитивов. Видите, написано, две ветки экзеквитивов. Что значит, кто такой экзеквитив? Мы уже проверяли, вот, это две тысячи. То есть, у вас экзеквитивы две тысячи. То есть, два человека, которых вам подписали, они делают две тысячи. И еще у вас есть тысяча, помимо них. Да? Всех остальных. Но двое должно быть обязательно по две тысячи. То есть, должно быть две ветки хотя бы, развивающиеся. И вы получаете с шестого уровня 6%. Дальше идет сильвер. Что такое сильвер? Помимо 100 очков, понятно, у всех одинаково. Я даже не буду говорить про 100 очков личных. А вот сильвер – это три элита. Три элита. Опять, кто такой элит? Мы идем сюда. Элит – это 100 личных, три тысячи организации делает. То есть, сейчас недостаточно два, у вас должно быть три человека, которые делают по три тысячи. Когда вы строите силу трех, вы строите сколько людей? Трех. Если трое людей ваших развиваются, то они доходят до звания элит. Помните, я сказал, запомните, из элит. Они доходят до трех тысяч. По силе трех вы развиваете три ноги. И вы становитесь сильвером. Со звания сильвер начинаются лидерские бонусы еще в плачке. Мы не будем их сегодня рассматривать, потому что это будет долго. А мы уже час, скажем, занимаемся. Но просто имейте в виду, там еще есть лидерский бонус. И у вас идет, и сильвер получает уже еще с седьмого поколения 7%. С седьмого поколения. Потом идет золото. Это Гольд. У него тоже, видите, три человека. Опять три ветки. Только они должны быть не элитами, а премьерами. Примеры мы разбирали, да? Это пять тысяч, у которых два экземплятора. То есть, вы сделали трех примеров. То есть, как ваши люди растут по званиям, догоняя вас, так вы развиваетесь. С этими, с тремя людьми. И звание Платином, которое, скажем, звание у меня, которое есть, это три ветки. Три человека, которые ты подбезал. Каждый из них уже сильвер. То есть, он тоже уже в лидерском звании и получает лидерские бонусы. То есть, под тобой три сильвера. Подо мной понятно, что больше сильверов, я имею в виду, это три, которые лично подо мной, но и рекрутеров. То есть, есть еще сильвер. У меня даже Гольд есть, и Платина у меня есть. Но я просто говорю сейчас вам по маркетинг-плану, как это происходит. У вас есть три сильвера. Потом уже, начиная с Даймондом, вам надо будет выстраивать четвертую ножку, да? И чтобы у вас было четыре сильвера, а не три. Но я вам сейчас говорю, по силе трех, пока вы выстраиваете это все, укрепляете, потом вообще имеет смысл взять еще трех людей. Но я считаю, в принципе, я считаю правильней вот этих сильверов довести до платин. Потому что, чтобы по тобой было три платинова. И после этого взять трех новых людей и опять строить трех платин. В твоем уровне. Во-первых, потому что ты платина умеешь строить платину, вот так ты построил трех, у тебя уже есть опыт выстраивать платину, ты выстроишь еще троих и прыгнешь вот сюда, президент Даймонд. Президент Даймонд, это шесть платин. То есть ты заново начинаешь строить силу трех, вот как бы, знаете, вот тот же путь, который ты прошел. И выстраиваешь президент Даймонд. Какие заработки у лидеров? Заработки лидеров. Вот средний заработок, годовой, и проценты этих лидеров среди лидеров. Не среди всех дистрибьюнеров, среди лидеров. Ну, понятно, больше всех серверов, среди лидеров из 62%. Получают они, сильверы, где-то там 2200, 2100 долларов в месяц. Почему? Потому что понятно, что у сильвера может быть сила трех, да, на 1500, плюс юни-левел, плюс все. То есть это даст нормальные заработы, которые уже в любой стране считаются таким доходом, что человек может заниматься только этим. Две, там, с лишним тысяч долларов ежемесячно. И таких ведь много, 62%. Компании их просто, не знаю, десятки тысяч таких вот людей, которые получают такие. Дальше идет звание Гольд, да, это бытовой, если у сильвера, помните, 3 элита, то бытовой 3 премьера, таких 22% от лидеров, и заработок где-то там 4800 долларов, это средний заработок, это не то, что вот прям обязательство, вы можете получать больше. Я был сильвером, я получал больше, я был Гольдом, я получал больше, чем вот эта цифра, которая написана. Но это средний, так сказать, средний, как говорится, статистический, 22%. Потом идет Платинум, который, их 5%, и которые получают чуть меньше, скажем, 10 тысяч долларов заработок ежемесячный в месяц. Ну, грубо, можно сказать, там 9, да, можно посчитать. 9 тысяч долларов ежемесячно, то есть, это очень хороший уже такой уровень топ-топ-менеджеров. И поверьте, стать Платинуму легче, чем стать топ-менеджером какого-то крупного предприятия. Значительно. Причем очень крупного. То есть, в компании Дутера таких Платинум очень много. То есть, я не какой-то там в компании Дутера считаю, что там крутейший лидер. Я только, как и вы, на пути. Пути. Я двигаюсь. И это вот Платинум. И так далее. И вот, как я сказал, если Платинум сделать трех Платинов, потом еще сделать трех Платинов, вы можете стать президент Даймондом и зарабатывать в год миллион триста семидесяти лет. То есть, больше ста тысяч долларов в месяц. Это просто уже такой, это не зарплата. Это уже уровень, понятно, очень такого хорошего, серьезного бизнеса. Большого. Не маленького. То есть, прихмахерская, там массажный кабинет, даже близко такого не дают. То есть, вот здесь нужно это все хорошо понимать. к чему мы стремимся. В Юни-Левеле нет кристальности. То есть, это выплачивает, если человек сделал сто баллов в какой-то месяц, поднимись организации, ему заплатят. Начисляется он по рангу месяца расчета, каждый месяц считается, что произошло. У каждого ранга есть требования к личному и организационному объему. мы уже разобрали, разбирали и квалификации и ветки определяются рангами дистрибьюторов первой линии, которые рекрутированы лично. Лично трех элитов вы сделали, трех серверов, если вы лично у вас вы рекрутировали, то вот так идут звания. Преимущества. Во-первых, получение до седьмого уровня со всех объемов организаций. Кроме объемов оплачиваем по быстрому старту. То есть как раз новички, которые в вашу организацию вошли в первые 60 дней, они в этот юниливер не попали. Если они в трех уровнях от вас находятся, вы получили с них по быстрому старту. Если глубже, значит вы этот момент не получали, но получают ваши люди в любом случае эти 35 процентов получают, поэтому вы тоже заинтересованы, чтобы ваши люди получали достойные деньги, чтобы это их стимулировало. Знаете, ниже стоящие дистрибьюторы не могут вас изменить, ваш бонус вас обойти, даже если они рангом выше. То есть скажем вы сервер, у вас есть одна нога, они там платином. Неважно эта нога будет под вами, то есть нет никаких как многих компаниях, что вы состоящий, более успешный лидер, он перепрыгивает, все остаются под вами, это очень важно. Стимулирует работу с глубокими уровнями организации, правильно, потому что вы получаете до седьмого уровня, вы знаете, что получаете, когда к вам обращается пятый уровень, четвертый, вы получаете деньги, это не глубоко, вы получаете деньги. До седьмого уровня это стимулирует, что работать надо с глубиной в том числе, тем самым все ваши люди и вы в том числе получаете. есть компрессия, вот здесь очень важно, что здесь есть компрессия, это не семь уровней, не может быть, что у вас там есть где-то нули, и он посчитал вам сократил уровни. Компрессия говорит о том, что если в этой цепочке до седьмого уровня кто-то что-то не купил, то он не считается уровнем, кто не купил, и цепочка вся сжимается. Таким образом, человек, который был на восьмом уровне, становится для вас на седьмом, на месяц расчета, и вы да, получаете. вот это очень важно. Ну, и я пропущу, естественно, вот эти бонусы, которые есть в клуб основателей. Мы сегодня это не будем рассматривать. Основные бонусы такие для начинающих, где большинство сегодня у нас люди, которые вот хотя бы стремятся стать платином, и там вольдами, серверами, то есть для вас эта как бы информация была, я думаю, очень интересная, очень полезная. Я постарался вам показать красоту этого бизнеса, потому что, вы знаете, когда бизнес попахивает плохо, то успех сомнительный, то есть есть бизнесы, которые попахивают не очень хорошо, так и говорят. Это дело пахнет керосином, да, такое говорят. Но вот наш бизнес в первую очередь пахнет хорошо, присоединяйтесь, то есть реально пахнет хорошо. Вы согласны, да, эфирные масла, ну, натуральные эфирные масла, ну, ничего, в мире лучше не пахнет. Так вот, наш бизнес именно пахнет натуральными эфирными маслами, да, причем оригинальными. Соответственно, как я сказал, у вас есть возможность регистрироваться в Дутеру и в Евразия Про, Евразия Про, еще раз хочу сказать, чем отличается от Дутера, та же продукция, все в том же компьютере Дутера, все считается, единственное, Евразия Про работает на рынках, которые Дутера еще не успела открыть, и она помогает вам, как говорится, работать в Дутере. Это страны, бывшая Советского Союза, не считая Россию, и это Израиль, да, это территория ЕО, которая дополняется к 70 странам территории Дутера. Поэтому это правильное решение, туда, в зависимости, просто в какой стране вы находитесь, вам вступить. И большие перемены жизни это шанс. Как я сказал, шанс все. Вот то, что сейчас для новичков есть промо-акции на 50 ЛРП-подарков при закупке на 100 баллов именно в мае, это шанс. То есть, все это шанс. Вот что же я вам рассказывал, я вам рассказывал про то, что у вас есть шанс. Если вы упустили шанс вступить в нашу компанию, то вы на самом деле, в принципе, если вы упустили такой шанс, то вы не расстраиваетесь. Вы даже упустив шанс, не думайте, что он последний. У вас будет еще много шансов, которые вы упустите. Это так происходит. Поэтому, когда человек говорит, что одному, что ему везет, знаете, что слово, он везунчик, ему везет. Я вам скажу, не бывает, никому не везет. Не бывает такое, везет или не везет. Есть люди, которые воспользуются шансами, которые дает им жизнь, а другие не пользуются этим шансом. То есть, если вы не воспользовались шансом, это не значит, что вам не повезло. Шанс-то был у всех одинаковый. Вы просто им не воспользовались. поэтому в мире не бывает никаких случайностей. Мысли материальны и шансами надо пользоваться, если вы хотите изменить свою жизнь. Я вам всем желаю хорошего бизнеса, желаю успехов, процветания. На сегодня я заканчиваю. Еще я оставлю, конечно, чат. Вы сможете интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...